Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Санжей и сегодня мы с вами поговорим про обновление 0.20.0 Сегодня у нас будет самая новая и свежая инфа про обнову, сразу хочу попросить тебя пожалуйста поставить лайк на это видео и подписаться на мой канал с колокольчиком Моя мечта это набрать 100 тысяч подписчиков, подпишись а я буду радовать тебя контентом, но перед началом этого видео хочу сделать итоги на 800 голды Вот победитель, но друзья не расстраивайтесь, на 90 тысяч подписчиков будет розыгрыш на M9 Dragon Glass Но сегодня друзья у нас будет ролик про обновление 0.20.0, как вы знаете сплыло много инфы Ранее хочу попросить пожалуйста поставить лайк за эту инфу, потому что вам это займет пару секунд, а мне будет очень приятно Ну да, пару секунд занимает поставить лайк, сегодня я вам расскажу о новом обновлении 0.20.0, а именно когда будет трейлер Самое главное это конечно что 100% уже добавят в обнове И да друзья, смотрите этот ролик до конца, чтобы ничего не пропустить Если вы ждете обновление 0.20.0, то просто поставьте лайк И да, мой канал смотрит 65% без подписки, но ты можешь все исправить Просто если подпишешься на мой канал и нажмешь на колокольчик И да, обязательно смотри ролик до конца, я тебе обещаю, вот ты не пожалеешь Давайте я не буду тянуть и сразу же начну Сейчас будет куча сочной и новой инфы Сразу отвечу на самый главный вопрос, а именно когда же выйдет обновление 0.20.0 Отвечу вам, где-то скорее всего в августе или в сентябре И скоро узнаете почему Врата Бочки уже готовят для нас трейлер обновления И обновление точно будет уже глобальное На это намекнули сами разработчики, потому что как бы да, это четвертый сезон Давайте начнем сразу же с новой инфы Недавно в одну из групп слили этот скрин И мы видим, что скоро в кастомном лобби добавят новую функцию Высокие прыжки Это означает, что можно будет высоко прыгать в кастомном лобби Схожее было 2 года назад в режиме дуэль снайперов Также была инфа, что скорее всего можно будет удалить аккаунт в стендоффе Теперь давайте перейдем к режимам Скорее всего добавят новый режим руководства Который будет в обновлении 0.20.0 Вот на все 100% Этот режим будет для новичков, где будут учить играть в стендофф Но еще кстати будут еще другие режимы Потому что в каждом новом сезоне, как вы знаете, бывают новые режимы Правда какие еще никто не знает Потому что насчет этого слив как бы нету Далее ребятки у нас это новая карта Тут ребятки 50 на 50 Я вам не смогу сказать точно на все 100% Что добавят ли новую карту Скорее всего нет Потому что новые карты, ну редко выходят в стендоффе И я думаю, что скорее всего нет Что касается батл пасса То возможно новый нож скелетон Скорее всего именно новый нож скелетон будет в батл пассе Но знаете, я бы очень хотел, чтобы изменили сенстоун И сделали его более красивым Я очень надеюсь, что сенстоун изменит Или хотя бы добавит новую карту Потому что реально вот надоело играть на одних и тех же картах Я очень хочу, чтобы разработчики Конец-то добавили новую карту Потому что вот ребята, я играю в стендоффе с 2018 года По-моему, 2-3 раза добавляли новые карты за вот эти 3 года. Как бы, да, я очень хочу новую карту, поэтому я надеюсь, что разработчик либо изменит старые карты, либо же добавит новую карту. Теперь, друзья, перейдем к самому интересному. Это, конечно же, трейлер. Недавно я увидел этот скриншот, где якобы есть трейлер нового обновления 0.20. Но давайте я разоблачу это за пару секунд. Как? Смотрите. В книгом описании спецназов. Обычно пишут спецназовцев, ну, когда вот разработчики делают какие-то трейлеры. И видно, что там, блин, ну вот неграмотно написано. К сожалению, фейк. Когда же выйдет трейлер, ребята, тут нету 100% информации. Скорее всего, как раз-таки, мне кажется, в июле. Потому что я думаю, что разработчики не будут тянуть с трейлером, и уже они трейлер готовят. Как бы, да, разработчики намекнули, потому что 4 сезон будет глобальный. Ведь Веля тоже сказал, что одного всех удивит. И почему же я сейчас верю Веле? Потому что, опять же, он сотрудничает с разработчиками, и он все знает про это. Теперь, насчет нового кейса. Нового кейса, скорее всего, уже не будет. Потому что тогда придется убрать фейбл. И да, я хочу вернуться уже к трейлеру. Трейлер уже почти готов, я уже, как бы, это говорил. Но, друзья, это очень важно, потому что без трейлера мы не сможем никак узнать, опять же, что добавят в обнове. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал, и как только выйдет трейлер, я сразу же сделаю обзор на этот трейлер, и мы узнаем, что же добавят в обнове. Далее, друзья, я не знаю насчет трейдов и клиент-сервера. Да, клиент-сервер спасет игру от читеров, поэтому не знаю, добавят ли его в стенд-лоффе. Но вот трейды, блин, мне кажется, вряд ли. Но я очень хочу трейды, ребята. Кто тоже хочет, напишите в комментариях. Короче, друзья, давайте-ка сделаем итоги. В общем-то, трейлер выйдет летом. Обновление, скорее всего, тоже выйдет летом. Но что касается, опять же, вот этих сливов, ну, опять же, ничего интересного, поэтому ждем. В общем-то, вот так вот, друзья, пишите свое мнение в комментариях, что вы ждете в обнове. Ждете ли вы трейлер? Обязательно поставьте лайк на это видео. Это была только вот вся инфа на сегодня. Ребята, больше никакой инфы нету. Не верьте всяким вот дурачкам, которые обманывают людей. И да, хотел бы вернуться к очень важной теме, а именно нож-скелетон. Да, ребята, нож-скелетон добавят в стенд-лоффе, потому что, опять же, куча ютуберов про это записали ролик. Веля записал про это ролик, а он точно может знать, потому что, опять же, он сотрудничает с разработчиками, и мы можем ему верить. В общем-то, вот, друзья, спасибо большое за просмотр. Это была вся инфа на сегодня, это все, что я знаю. Пишите в комментариях, что вы знаете, может быть, я что-то упустил. На этом все, спасибо большое за просмотр, увидимся в следующем ролике. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok